Всем здравствуйте еще раз, кого я не видела сегодня. И я, наверное, хотела отмечать с той темы, с которой у нас было запланировано. Откуда берется энергия? Что такое энергия? И очень многие люди энергию воспринимают по-разному. То есть, что такое для кого энергия? Это кто-то говорит, что энергия — это то, чтобы нужно было максимально делать какие-то действия физические. Кто-то говорит, что это должно быть максимально что-то сделано в ментальных, психологических, психических действиях. Так вот, энергия у нас берется не из материального мира, а она берется у нас оттуда, где мы есть сами. То есть, когда мы занимаемся тем, теми вещами, которые нам нравятся. Но 90, наверное, не ошибутся, если скажу больше 90% людей, они находятся в глубоком вранье самому себе. То есть, все себе начинают врать о том, что как они живут, насколько им хорошо в этом состоянии, что они вот это делают для себя. И я могу разобрать сейчас абсолютно каждого, кто хочет, показать, насколько вы глубоко заблуждаетесь в своих познаниях, в своих познаниях о себе, не о мире. Потому что мир — это и есть глубина именно вас самих. И когда вы вскрываетесь, что такое «я», вскрываетесь, что я хочу «я», что могу я, для чего я здесь. И вот на все вопросы вы отвечаете себе, то энергии не может не быть. Вы есть энергия. Как только вы начинаете что-то поглощать, неважно что, это абсолютно неважно, это из какого мира это состоит, какое идёт поглощение. Поглощение в том числе и каких-то эмоциональных плюшек от любого другого. И это просто замечательно. И когда вы находитесь на потреблении чего-либо, даже других эмоций, других лад, других лад, если вам чего-то не хватает, то это потребление, оно всегда идёт к тому, что вы будете разряжаться. И только когда вы на постоянной отдаче, когда вы постоянно хотите раздавать себя, только тогда вы можете обновляться, только тогда вы можете возобновляться, только тогда у вас откроется вот этот поток, поток вас. Потому что вы можете посмотреть, там, ну, стакан налейте воды, если он будет стоять, если вы будете бояться, чтобы из него что-то вышло, он в конце концов стукнет, эта вода. Если вы будете постоянно ее проливать, отдавать, выливать, выпивать, еще что-то делать, то там вы будете постоянно обновлять эту воду. Это будет то состояние, к которому вы можете прийти. Если у вас есть какие-то вопросы, я могу на них ответить. Если есть вопросы конкретные, если вы покажете, я не в рот, у меня все замечательно. Я тоже на эти вопросы могу ответить. На любые. Можно я просто? Я занималась своим делом. Я очень люблю их работы, я их провожаю, я их участвую. Они, естественно, в этом нет, и я не хочу кушать. Ни по времени, ни после, ни с меня вот такой есть. Но я замечаю, что я ем за компанию еще часто. То есть, в рот, если нет, если нет, особенно мой ведор, который Александр Васильевич Кушин, я его топлю, и я с ним мечтаю то, что есть. И, как говорится, один какой-то в ремиде. То есть, ты вроде не хотел есть, ты начал есть, иди появился, ты так не завязывал, оп, смел, там полка струй. То есть, это такой вот момент. То есть, папа, ты с этим сказал, если, например, я вообще одна, я прям проеду не диму вообще. Да, можно что-то мне сказать об этом вопросе? Ну, это же, опять же, а кто хочет есть, ты, очень часто люди не отслеживают, очень часто люди находятся в личности. То есть, мы вчера с вами об этом говорили, да, что я — это не личность Лаврова Светлана. Личность Лаврова Светлана — это то, через что я транслирую, через что я транслирую что-либо. И, когда мы говорим, что, а вот я вот здесь срываюсь, а вот я вот там срываюсь, срывается так то, ты-то куда уходишь, когда тебе же удобно, когда рядом с тобой есть ребенок, тебе удобно быть в тех компаниях, где ты можешь перейти в ту личность, через которую ты получаешь эмоции. Через себя ты получаешь глубинное чувствование. Я не могу сказать, что мне удобно, а как раз-таки мне неудобно, когда я ей поставлю, хочу петь, хочу пушить, надо быть готовой, потому что, ну, то есть, мне это неудобно. Ну, это же вранье, это же вранье. Вот смотрите, как мы берем и себе не отдаем отчетов. А сколько ребенок у меня? Сколько ребенок у меня? Семь. Ну, семь лет. Мам, у дочки вот почти 15 лет. Нет, смотрите, это же не про это. Это же так, как ты распределишь свою жизнь, как ты распределишь то, что в чем тебе удобно. То есть, если тебе удобно еду кормить, но если ты срываешься, то есть, невозможно сорваться на то, чего ты не будешь. Но с тобой рядом будет сидеть наркоман у колодца, ты будешь дядем с ним за компанией у колодца? Нет. Я же знаю, что для этой наркотики мы не будем подсяживать просто. Если бы мы не ели с самого рождения... Нет, нет, это если бы, это всего лишь опять же уход в обрамье. То есть, смотри, если, например, есть наркоман, и дядушкам с ним будет только наркоман, который бросает наркотики, то для него это очень большое спешение и все-таки шернуться. Нет, это просто гипер. Это тоже наркотик. Нет, ребят, вы не об этом. Наркотик? Еда – это наркотик для кого? Вы почему все время поверхностно смотрите? Для кого наркотик? Ты когда хочешь есть, кто хочет есть? Ну, микрофлора, скажу, да. Где твоя микрофлора находится? Во мне. В тебе где конкретно? Во мне. В кишечнике. В кишечнике. Ты ее виделась, не разговаривала, общалась. Кто туда ее... Кто ее туда... Вы очень часто говорите, говорили мне. Вот вам сказали... Подожди, давайте, чтобы не перебивать друг друга. Если ты начинаешь говорить, я буду молчать. Я говорю, чтобы у нас не было базара. Вот смотрите, очень часто, как вчера девушка тоже спросила. Она говорит, ну вот у нас, вот нам нужны микроэлементы, там еще что-то, еще что-то. Я говорю, а с чего ты взяла? Ну вот сказали. И вот смотри, вот я сказала одно, а другой сказал другое. Вот сказал, но сказал, теперь кто? Вот сказали, что этот более квалифицированный, чем ты. То есть вот здесь вот сказали, уже больше, большой объем. Значит, вот этому сказали, надо верить. А чтобы на себе проверить, зачем нам на себе проверять, если сказали, что микрофлора хочет. Как она хочет? Вот я не видела ни одного человека, у которого микрофлора такая говорит, слышь, братан, ну как бы уже есть и кто-то мне. Я понимаю, что ты тут ни при чем, но я-то хочу, давай, покидывай. И нам же сказали, что микрофлора хочет есть. Причем столько плюшек создано для того, чтобы человек не ел. Это как эмоциональные какие-то увлечения, это как духовные какие-то практики, это как физические какие-то практики. И человек о них знает. Ну, например, когда человек влюбляется, вот он влюбился, он целый день там квартишки примеряет, там туда собирается, туда собирается. Чего-то микрофлора молчит, она тоже влюбляется, что ли? Да. Гормональный фон меняется. Нет, давай, ты не путай, гормональный фон и микрофлора, ты что-то куда-то уже сейчас все так засыпаешь. Нет, у тебя уже много факторов. Конечно, много, у тебя много факторов, у тебя много факторов, которые дают тебе еду. У тебя, они, не у кого-то, не у всех, а у тебя. И вот когда ты говоришь, а тебе она зачем, ты все время начинаешь скрываться, ты уходишь. Ну, это вот за это, ты как одеяло, микрофлора, гормональный фон, компания, дети, еще что-то. Ты думаешь, у меня нет микрофлоры, если она есть у каждого человека. У меня, наверное, своя какая-то, если она есть у всех. Это первый момент. У меня нет компании, у меня нет детей, у меня же есть все это. Просто у них свой путь, а у меня свой. У меня есть свои интересы, где мне интересно, как мне интересно, в чем мне интересно, как мне интересно себя чувствовать. И это мое. А у них свое. Я их не тяну в свое. Если это он захотел поесть, то, пожалуйста, я с ним с удовольствием схожу, составлю мне компанию, я с ним посижу. Но закидываться мне неинтересно. И это же не про еду. Вы поймите, что вся еда, это не про еду. Точно так же, как и наркотики. Это не про наркотики. Это про новое состояние. Про ощущение. Про чувствование. Да. И здесь же то же самое. Каким ты хочешь себя чувствовать? Причем здесь еда. Вот все, что говорят, ой, автономы, это которые там кто-то говорит, что там я автоном не ел два дня. Я автоном. Я автоном не ел три года. Я автоном. Да не в этом дело. Он может быть через три года настолько истощится, потому что он не осознал себя. А может быть человек, который понимает, кто я есть, а он есть мясо и запивает это вино ежедневно. Но он настолько глубина, он знает, кто я есть. И он понимает, что я есть вот это, а свое физическое тело, свою личность через контору я транслирую. Я буду ей жить вот так. Так ты хочешь чего? Ты хочешь тело свое просто посадить на ней еду? Или ты хочешь себя найти и познать, кто я? Это же разные абсолютно вещи. Они никак не связаны с едой. Ну, хорошо. Я его надеюсь, в дневном слезе автономы, да? Вот, которые будут в Москве. Там около 40 человек на строк. Но тут, как они начнутся, тут автоматически. Из того, что я поняла. Там стали эспекты, ученые. Из того, что я поняла, как и там была озвучена, что требует в нас в еду паразиты. Паразиты были заселены. И они там даже через миды овощи соселяются. По диагностям, что-то так. И вот прям красной литкой была тема чистки. Вот, если вы хотите перейти на автомобиль, то вы должны к нему чистить себя. Это прям многие говорят. Вот, скажи, пожалуйста, ты согласна с этим, что чистки нужно делать чистки? Не все, абсолютно. Ну, то есть, если я, например, была длительное время на гормональной терапии, у меня было большое количество лекарств в моем теле, то да. Но это должны быть чистки какие-то не стрессовые. То есть, представляешь, что такое чистка, как многие люди. Они же многие начинают чиститься до безумия. И вот помимо того, что чистка – это стресс для организма. И сейчас, я не могу вообще там. Мы сейчас не обсуждали, мы сейчас просто говорим, я тебе говорю сам факт. Смотри, вот ты чистишься – это стресс для организма. И после стресса ты выходишь на голод, на второй стресс для организма. Кого ты найдешь в этом теле? А то, что говорится, вычищаться, постоянно чиститься. И каждый продукт, он дает свою какую-то, своих каких-то паразитов. Ну, хорошо. Но ты когда перестаешь это есть, паразит же он уходит. Ты можешь постепенно переходить на более легкое питание. Но ты должен понимать для чего. Когда ты не нашел себя, ты можешь свое тело вот просто измимо ждать этим. Сейчас очень вот эта тема муссируется, она становится как тело. Тема автономии, она становится просто коммерческой. И чтобы в эту коммерческую струю максимально людей засунуть, туда что нужно? Туда нужно сделать по чисткам, по еще что-то там, всякой херни туда напихать, чтобы человек, чтобы что он сделал. Но вот я могу сказать, что есть люди, которые, им достаточно много, которым неинтересна еда. И им неинтересна еда не потому, что они чистились, не потому, что они годами там что-то там постоянно выходили на голод. Не надо это говорить как-то по-другому. Чистые дни, кристальные дни, охеренные дни. Это просто голод, тупо голод. Потому что когда ты понимаешь, что ты есть, ты уже выбираешь, а интересно ли тебе поймать эмоцию с еды или неинтересно. И когда тебе неинтересно поймать эмоцию с еды, ты уже понимаешь, когда ты есть чувствование. А ты, когда есть чувствование, как ты будешь обращаться с тем телом, через которое ты транслируешь? Ты хочешь ещё быть в нём? Если хочешь, то как ты хочешь в нём существовать? В каком социуме? Если ты хочешь существовать в таком социуме, где есть общепринятые нормы поведения, еды, общепита, то ты просто ешь через него, и всё, но ты себя не теряешь. Если ты хочешь быть в других каких-то энергиях, ты это убираешь. Но это никак одно не привязано к другому. И вот эти, которые мы говорим, чистки, если ты... Вот смотрите, возьмите яблоко. Вот оно красивое яблоко, да? Вы его положите на свет. Вы же взяли яблоко, вы его помыли, всё с него смыли. А через какое-то время начали летать ножки. Откуда они поймёте? Смотри. Вот. И вы точно такое же яблоко. У вас появляется ровно то, что вы есть, что есть ваше тело. Вы можете хоть зачиститься, вы можете повредить весь ЖКТ этими чистками. И в результате чего вы добьётесь? Вы добьётесь того, что вы будете сидеть на каких-то митворённых кашках, от которых рук, чтобы вообще хоть как-то восстановить свою микрофлору, которую люди так называют. Поэтому здесь нужно очень чётко понимать. Ты чистишься после чего-то, этот продукт больше никогда не будешь есть. Ты это медикаментозное лечение больше никогда в себя не будешь вливать. Для чего тебе это нужно? Потому что на автономии делать. Автономия для чего? Познать себя. Познавай. Причём есть автономия? Нам тебе зачем автономия? Выжить. Я выжила за счёт этого. Конечно, я никуда не шла. Мне она нафиг не нужна была. Мне всё устраивали, шашлыки, вино по пятницам. Мне всё было замечательно. Мне всё нравилось. А как ты понимаешь, что мы постоянно подменяем аскетжу? Вместо того, ну то есть на аскетжу на то, то есть опознание себя, мы всё время себя с такой привлённой насилии. Конечно. То есть, мы твоё это выяснимо. Конечно, конечно, да. Поэтому вот всё время говорится, я говорю, начинайте познавать себя. Ведь у меня проходят какие-то встречи, марафоны, ретриты. Это опознание себя, это глубина. Это когда человек в свободе. В свободе от всего, от эмоций, от еды. Он может есть, а может не есть. Там не отъедут. Я не ем всё. Рот на замок, меня уже трясёт, я уже еле хожу. Но я вот автоном. Я вот сейчас, понятно, что я автоном. Автоном, что такое автоном? Вот вообще внесли вот это слово, оно вообще неупотребимо к людям. Его просто уже, ну вот, например, я использую, потому что люди знают. Ну вот прямо так упорянило. Что такое автономия? Автономия, потому что ты один. Тебе никто не нужен. И ты, значит, никому не нужен. Вот это автономия. А всё остальное, это когда пронаведение. Ну пронаведение, неедение. То есть есть первый этап, неедение, когда ты понимаешь, что ты не ешь. Потом есть пронаведение, когда ты становишься всем. Это за другие ощущения. Ты всё время слой за слоем проваливаешься. Ты не куда-то взлетаешь. У тебя не появляются какие-то более высокие энергии. Вот этот на высоких энергиях, а этот на низких энергиях. Это глубина. Глубина. У глубины нет низкого и высокого. Ты всё глубже и глубже проваливаешься в себя. Познание себя, знание себя. Ты не куда-то туда улетаешь. Это просто вот эти моменты, они, наверное, созданы для того, чтобы человек вообще понимал. Хоть немножко, как ему это быть. Но настолько это закрепляется, я хочу остановить, говорить, как бы, есть или не есть, это разные вещи. Ты можешь не есть. Но человеку, например, как страдал, он так и будет страдать. Вне зависимости от еды. Вы посмотрите, сколько людей, практикующих голод, называя этот голод разными словами, насколько они несчастливы. Как они себя дарят за то, что они что-то съели, выпили глоток воды, за то, что они там где-то посидели и сорвались. Вот у меня срыг. Откуда ты сорвался? Милый ты мой человек. Вы что у вас? Я когда зашли, что ты хочешь? Я хочу установить. Не есть, чтобы что. И никто на этот вопрос ответить не может. Хорошо. Как ответ такой? Чтобы не болеть? Вы всегда здоровы. Вы всегда болеете. Почему ты всегда? Мы едата, типа, она же у нас приводит к заболеваниям, к старости. Ты про себя говоришь. Почему типа кто-то приводит к заболеваниям? Почему едата приводит? Ты посмотри, сколько здоровых людей кушающих. Ты посмотри, сколько людей, самый долголетний, что, в Савказке, которые едят мясо и пьют вино. Я не знаю, сколько лет, но они старые все. Хорошо. Молодость тебе тела для чего нужна? Ну, чтобы развивать свой потенциал, пооткрывать его, чтобы выгодить политику. Нет, нет. Молодость тебе для чего нужна? Неужели этого? Неужели этого? Ну, да. Наслаждение. Наслаждение. Наслаждение, это не про молодое. Радость учиться, не сейчас. Нет, нет. Если ты наслаждаться можешь в любом теле. Если ты умеешь наслаждаться. Наслаждаться? Нет, в любом, конечно. Нет, здоровое и молодое, давайте тогда не путать. Вы, смотрите, вы как путаете критерии. Здоровое и молодое. Здоровое и с молодостью поедем. Вот посмотрите, вот у нас здесь есть ребенок, он очень молод. Он моложе нас всех. Он лежачий. Он очень молодой. Вы сейчас себе напликаете молодость, приезжайте. Нет, я с ним не говорю. Здоровое и с молодостью. Вот смотрите, здоровое и молодое тело, чтобы наслаждаться, да? Я поняла, что ты. Когда ты познаешь себя, когда ты становишься всем, тебе не нужно... Вы сейчас хотите просто наслаждаться через тело и быть в теле, наслаждаясь теми плюшками, которые есть в материальном мире. Но это не про то, чтобы познать себя. Когда ты познаешься, когда я есть все, я не наслаждаюсь чем-то. Я есть само наслаждение. Я не смотрю куда-то, не наблюдаю кого-то. Я есть само смотрение. Я есть само смотрение. Это другой уровень. И когда вы говорите, я хочу быть молодым и красивым в теле, это не про себя. Это про тело и про того, кто вы есть в теле. Про ту личность, которая есть в теле. Но не про того, кто есть я. Я есть и вне тела. Какое у меня будет тело, я от этого другой не стану. Я уже есть все. Я есть и наслаждение. Я есть и боль. Я есть и болезнь. Я есть и слезы. Я есть все. А вы хотите, чтобы было все только вот в фейерверке. Я проснулся, красивые кубики, писька стоит, волосы растут, зубы ровные, белые. Все, я попер. Вот оно наслаждение. Это не про себя. Это про тело. Куда ты хочешь, с телом как хочешь работать. Но тут тебя-то нет. Тут есть только тот, кто тебе говорит, в каком теле ему бы хорошо было бы сходить по телочкам. Показать себя. Потому что я не видела ни одного человека. Я не домыслила, я же не говорю, что я за вас домыслила. Правильно? Это вы же сейчас домыслили, что я домыслила за вас. А я вам сейчас просто в общем говорю. Как человек хочет, когда говорит про здоровое тело, здоровое тело, это ты себя найди, а потом ты, какой ты есть, тогда уже ты решишь, через какое тело, через какую личность тела тебе транслировать. Через больную, через здоровую, через молодую, через старую. Когда ты себя найдешь, тогда ты будешь решать, через что ты будешь транслировать в этот физический мир. Ты с верхушки смотри, а не отсюда. Ты смотришь вот отсюда. Я сначала хочу красивое тело, здоровое, молодое. А потом уже, ну как бы, вот отсюда же идут все. Вот я про себя же говорю в первую очередь. Вот меня видят и говорят, о, вы не похожи на автонома. Я говорю, да. А как они выглядят? Ну вот они вот такие вот худые, они с длинными волосами, они ходят по воздуху, они не спят, не пукают, не там еще что-то, и миллион-миллион всего. Я говорю, а где они живут-то такие? Ну, мы не знаем, как бы, ну, пока только вас все увидели, но как они выглядят, и что они делают, и как они могут, это мы точно знаем. И с этим я сталкиваюсь постоянно. То есть человек все время себе придумывает картинку. То есть почему здоровое, здоровое молодое тело? Почему вот вы выбрали? Вы же выбрали ту картинку, в которую у вас лично вложен какой-то букет чего-то хорошего. Потому что вы проходили через эту молодость, где, а в молодости, что превалирует? Спасибо, Шёпочка. И на эту дверь мало. Да и на эту дверь, я не знаю, у меня вот есть, знаете, в ретрит, если ты не приедешь, у меня приедет девочка, ей 73 года. Вот у нее столько энергии, но она не мальчик, это не значит. Вот у нее столько энергии, но не у всех молодых есть. Поэтому, когда вы начинаете чем-то крыть вот этим, это не про это. Вы просто поймите, что скрывается у вас лично за красивым молодым телом. Это же безвободность детская, в первую очередь. Это то, что вы могли себя вести так, как вам хотелось. Вы могли что-то делать по большей части, то, что вам хоть если не спрошали взрослые. Что-то было такое безвободное, где вы не думали о завтрашней дне. Где вы не думали, ой, я вот сегодня пришел в садик, и опять не в тех сандалях, ну, Боже мой, они не подходят под эту косту, ну, почему-то. Да вам вообще все равно в чем-то пришел, в чем-то ушел. Нет, мне кажется, что сейчас женщина, вот, просто даже наличие красивого своего тела, лица, оно доставляет огромную радость. Девочки, скажите, просто ты сможешь на сердце, вот тебе нравится, вот это тебе по-рекому. А вы даже смотришь на... Ну, потому что, вот, понимание, что наша внешность, она так или иначе связана с тем, что мы едим. Ну, то есть, мы тоже мы едим в жизни. Ну, так ешь, то есть, то, чтобы тебе... Посмотрите, сколько красивых людей, которые кушают и следят за собой. Причем здесь еда. Вы все время не можете попасть, для чего вам нужна еда. Ну, просто... Потому что ее не существует. Это выдуманный аспект еда в этом мире, которого не существует. Вы не можете его отследить, чтобы убрать его, принять. Вы можете только найти себя, и тогда вам будет неинтересно, искусственно, в том числе и еда. Только после нахождения себя. А вы хотите... Я сейчас... Это то же самое. Вот пойдем в спортзал, а спортзал такой... Ой, там столько красивых людей. Я сначала похудею, куплю красивые одежды, а потом пойду в спортзал. И здесь так же. Я сначала начну не есть. А ты знаешь, что ты, если ты начнешь не есть, то ты... Вот я-то где-то 32 килограмм. У меня три раза отпадывали ногти. Причем они не то, что отпадывали, что раз отпали, а на утро с красивыми ногтями. Нет, я приходила, в тот же магнит за едой детям. И у меня кассиршам было неудобно брать у меня деньги. Потому что я как пифозница. Здесь три ногти, здесь два ногти осталось. У меня было тоже пуль. Плюс несколько ног. за счет того, что я кудрявая, у меня просто не было видно, что я была практически лысая. Потому что я и шла, мыть голову, я думала, блин, а стоит ли мыть? И я вообще с волосами выйду из вам. То есть там проводишь, и там не то, что там чуть-чуть, там сколько ты захватил, столько у тебя и осталось. Конечно. Конечно, процессы обновления кожи у вас. Девочки, давайте, чтобы не было у нас это. Вы спрашивайте, я вам все расскажу. То есть это не очень приятный момент. И ты думаешь, что ты так как, где вы это начитали, что вот, я, конечно, видела тоже и смотрела ролик, что многие рассказали, я перестаю есть, и там через какое-то время я вот вся вот паркаю, пупаю ромашками, и вот это у меня все замечательно, и вот я вот все осознал, все познал, все вот это. Но это есть, это первый этап чего-то. Вы перейдите с обычного питания на сыроедение, у вас будут такие же ощущения. Здесь не про еду. Автономия, неедение, проноедение, это вообще не про еду. И когда люди говорят, я практикую, что ты практикуешь? Наедение? Ты чередуешь единее с нееденем, практика в чем-то включается. Что я могу и есть, и не есть? Здорово, она же тоже прекрасная. Безусловно, она прекрасная. Только она что-бы что нужна-то? То есть не так, если, например, переходишь на неедение, да, с неизвестивлением и тучи, не так, что придут все те прыжки, о которых мы закроем. Вы на себе только можете это испытать. Все пара. Просто если ты не осознаешь, что я есть, то ты просто свое тело свернешь в этой плотности, и все. Ну что у вас подбегало идти дальше, какие процессы живут? Жизнь? Жизнь? Не понимаешь, что нет? Ну мне просто врачи поставили два месяца жизни. У меня не было вариантов. У меня сработал женский эгоизм, что я не хотела, чтобы какая-то чужая дама воспитывала моих детей. Я только из-за эгоизма, потому что у моих детей кто-то до никогда. Поэтому я перестала есть. Но я стою два, думаю, что у меня у меня бронхиальная астма гормональная, и у меня вены уже лопались от гормонов. То есть у меня вены, сосуды уже не где-то. Но я вчера об этом рассказывала, чтобы у нас не было. У меня на канале очень много, я очень много рассказываю о своей истории. Почему раздражаю? Вот это у вас такое ощущение. откуда оно вас зависит? Вызыхаете. Какие вопросы можно у вас сделать? Любые, задавайте любые. Просто если вы задаете то, что было вчера, как бы, ну, задайте вопрос, если для вас это прямо в какую-то фазу вашу состроить, то я не отвечу. Если вы не отвечаете, вы не ощущаете лёгкость, с удовольствием, с удовольствием, вы наверняка с удовольствием, да? А кто сказал, что я не ощущаю лёгкость? Нет, как пример, приведи к вам что-то ощущает лёгкость, вот так или нет? у меня было по-другому, то есть я вообще, я была лежачая, поэтому, когда я встала, для меня это уже был огромный прогресс. Для меня вообще было без разницы, лёгкость это или не лёгкость, для меня было то, что я живу, я дышу, я могла дышать, я могла самостоятельно своими ногами дойти до туалета. и для меня это был самый основной показатель. Когда со мной происходили те вещи, которые происходили на физическом плане, для меня они были неактуальны, то есть я их могла через силу воли перебороть. Но я понимала, к чему я иду, но когда здоровые люди идут через силу воли, не всегда это заканчивается хорошо. Поэтому я говорю, есть способ другой через себя прийти к себе, ты уже будешь, когда ты понимаешь, что ты есть, с пробуждением, с просветлением, тебе не нужно подстраиваться под что-то, ты уже есть всё. И тогда ты уже начинаешь себя транслировать через любую личность, которая тебе удобна. Она будет есть или не есть, это уже будешь только ты решать. Она будет куда-либо, толстая, это уже будешь ты решать. Через что тебе будет комфортнее находиться там, где ты находишься. и вы сказали, что врачи не для нас врачи не для нас не для нас не для нас. Нет, ни в коем случае. Это что, врачи разве могут такое сказать? Нет, только мы почувствовали, грозит лучше, чем врачи. Я искала в интернете. Сначала я нашла сыроедение, когда у меня был первый приступ, который не снимался. И когда меня первый раз отказались врачи, тогда я нашла сыроедов. Я прочитала, кто такие сыроедение, стала сыроедом. но через полгода, то есть у меня полностью изменилась жизнь, у меня изменилось мышление, и через полгода у меня мои близкие, которые ни в чем не виноваты, они привыкли меня видеть абсолютно другую. Сказали, что как бы все это нужно уже кушать, во-первых, ты очень худая, во-вторых, ты ненормальная какая-то стала, и нужно начинать кушать. И я с огромным удовольствием начала опять есть все плюшки, которые макароны, племь, и все на свете. И на это поделали меня еще на 8 месяцев. Потом я седла так же, и я уже понимала, что я уже настроение не поможет. И когда все спали, я нашла, естественно, поставила гормоны, кто ставит гормоны, ты знаешь, что там тахикардисин начинается, и все сопутствующие моменты. И если бы я уснула, я бы понимала, что я уже не проснула, сердце бы не выдержало. И в этот момент я искала людей, нашла, наткнулась на тех людей, которые не едят. Что есть такие люди, которые не едят. Я поняла, что у меня есть два варианта. Либо первый вариант этого два месяца, два, там сколько, два, четыре, может быть, шесть, что я еще вытяну вот в таком режиме и умру. Либо есть второй вариант, что я там либо перестаю есть, и я либо умираю, потому что я перестаю есть, либо я выживаю. И я пошла там, где у меня были какие-то шансы. Вода иногда бывает, это когда в море купаюсь, например, бывает, что за хлебной водой. Это бывает, что какие-то сложные, сложные программы, сложные проекты идут с ребятами, когда сильные заболевания. То бывает, я могу там грамм 30 теплой воды выпить. Но это бывает, ну, крайне редко. То есть это не каждый день, не каждую неделю. Бывает, что не каждый месяц. Такое бывает. А так, в таком режиме три с половиной года. то есть ты полностью понимаешь, что мир он ему вывернулся наизнанку. Вернее, даже сознанку нет. Ты понимаешь, что этот мир, ты на него смотришь, он вроде бы такой же, но он абсолютно другой. Там нет лжи. Там есть только тотальная честность, тотальная правда. В том мире, в котором я жил. В том мире, в котором я вижу. И я, например, слышу все запахи, которые, которые, может быть, не каждый человек слышит. Я слышу запахи внутренних портов. И когда мне человек, например, что-то говорит, мне не надо его слушать. Я знаю, как химическая реакция происходит в его теле, что в нем происходит на самом деле. И чаще всего это не то, что он говорит. Но я им всегда об этом не говорю. Потому что это не нужно в малом проценте соотношения, наверное, это нужно вообще не говорить, потому что человек должен сам об этом прийти. Когда я им говорю, он просто с этим либо соглашается, либо не соглашается, но у него появляется опять такая ситуация, которую нужно снова пройти для осознания, для проживания этой ситуации. Поэтому я стараюсь, наоборот, через него же вывести его к его пониманию. Но не через свои слова. То есть я не учу. Я не преподаватель. Я не гуру. Я не учитель. Я просто рассказываю свой опыт. И через свой опыт, так как мы все явиное, и я прекрасно понимаю, понимаю, даже не понимаю, наверное, это не правило, я ощущаю, что я каждый из вас. И когда у меня идет работа с кем, это я становлюсь этим человеком. И тогда я его не учу, а так как я и есть он, я ему начинаю показывать через себя, чтобы он осознал то, что происходит с ним. И он приходит к себе. Я всего лишь пустой сосуд. но это не знаю. Я не знаю, что это же просто в вашем социальном субсидорстве. Вы проводите реклиты, где она так не работает. Когда вы думали о том, чтобы как-то этот процесс расшабировать, то ведь огромное количество людей это быть в политике, а за что-то более масштабное? Ну, ребят, смотрите, мы все это не прекрасно понимаем, что будьте в любую какую-нибудь, даже на административную какую-то должность, и там тебе не дадут делать то, что ты хочешь. И вы думаете, что там, например, в интернете мне постоянно пишут, мне вот даже сегодня я читала в комментариях, вот я там тебе заплачу столько-то, если посажу тебя дома под камерой на два месяца. Да, вы посмотрите, сколько людей, которые не кушают, они же с удовольствием, если вы в юридический момент этот решите. Потому что у нас официально на юридическом уровне даже вегетарианцы считаются не совсем адекватными людьми. На юридическом уровне это уже признано. А вы говорите про то, что человек не ест. Куда это? Это сразу же столько всего. Это, во-первых, психушка. У меня с ума два психологических образования. Я знаю, как делаются заключения. Это лишение родительских прав. Это много-много всего. То есть официально провести исследование невозможно. А то, что говорят дилетанты, кому тебя сейчас посадим под камеру, и ты всем докажешь, кому доказать? Доказать, чтобы потом кто со мной это все будет разгребать. Я доказала, выложили в интернет, порадовались, поплевались и все. Это же невозможно. А то, что мы говорим там на чем-то, ну, я просто на... Невозможно в правительстве будет делать то, что хочу я. Давайте так. И если бы это было кому-то нужно, чтобы люди приходили к себе, они бы уже давно пришли к себе. Ведь очень просто управлять людьми через какой-либо, так скажем, соцепку. Вот у людей забери с полок, вот сегодня вы бери просто сахар, без которого миллионы людей могут прожить. И что начнется? Дойдет до резолюции. Просто сахар же. Начнется такая, просто переполоска. Переполоска хочется. Там вот это все. Люди говорят, вот все. Берите пальчиковые батарейки с прилавков на один день. Люди вам знаете, что раздует? Скажут, все, сейчас запустят дронов, все батарейки куплены для них, потому что вообще-то непонятно, что будет. Людьми управляют страхом. И все делают для того, чтобы этот страх был всегда в умах людей. Потому что когда ты приходишь к себе, у тебя страха нет. Что ты можешь потерять? У тебя в этом мире нет ничего. Даже тело, ты им пользуешься в какой-то момент. И если ты его потеряешь, то ты просто потеряешь его, если ты пришел к себе. Ты себя-то не потеряешь. Чем тебя можно зацепить? Ну, нет, у меня страха смерти нет. Но я могу сказать, что у меня есть такое, что я бы сейчас не хотела бы умирать. Либо потому что я что-то не досказала, а потому что я хочу, я хочу активно еще пообнимать своих детей. Я хочу увидеть, как они растут. У меня это еще есть. То есть я не до конца отлетевшая. Но то, что вы там в социуме где-то находиться, наверное, вы меня в социуме очень редко увидите. То есть я могу где-то по горам шататься, я могу там с детьми находиться, я могу читать, я могу с профессорами где-то быть в каком-то контакте. Ну, чтобы выйти погулять, развлечься, еще что-то, пойдем там, еще что-то. Но в таких мероприятиях вы меня не застанете. То есть для меня это уже не интересно. А вы на интересе? Конечно. А еще там вот в сообществе. А мы все-таки сейчас, вы говорите, что когда пробуждение происходит, то я есть все, да? Получается, я есть там правительство и это все. Ну, как это вот? Ну, на что это складывается? Ну, это вот юридическая часть. Ну, если вы есть все. То есть, получается, вы думаете из себя какие-то ограничения себе? Ну, где, ну, даете планету? А почему вы приняли? Вы смотрите, вы же говорите, что нужно идти в правительство, чтобы что-то поменять. А когда ты есть все, у тебя нет желания что-то менять. Ты уже видишь, что оно настолько гармонично. Ведь невозможно целыми сутками. Вы встречаетесь с компанией, да? В какой-то веселой компании. И вы там как хотите. И вам прикольно, вы будете это вспоминать. Но если этот опыт продлится хотя бы двое суток, вас же порвет. Вы не сможете. Поэтому здесь, когда я говорю, вот это нужно изменить, вот это нужно изменить. Да, ребят, все настолько гармонично, оно все циклично. И почему у нас идет... У нас только три поколения. Три поколения, которые помнят какую-то историю. Все, больше нет ничего. То есть первые зацепили, вторые рассказали, третьи рассказали то, что запомнили. То, что поняли в меру своего восприятия уже. То, что рассказали вторые. Но это не то, что было у первых. И вот так вот у нас три поколения. То есть, если через три поколения кто-то будет говорить, например, что здесь был Китай. Почему? Ну как? Вот смотрите, бутылки китайские, этикетки китайские, там еще что-то. Это была территория Китая. И все как происходит. И то, что нам кажется, вот этого раньше не было, вот этого раньше не было. Все было. Просто оно было немножечко в другой... в других красках. Но эта вся цикличность, она всегда повторяется. Просто люди не могут ее увидеть так, потому что мировосприятие по-другому. То есть, если раньше, например, даже детям своих, да, рассказываешь, что... Ребен, например, вот ехали мы сюда. И я что-то говорю. Я говорю, ну вот вы что-то начали там, по-моему, с вами развивать. Я говорю, у меня в детстве, я говорю, не доставивши ей. Говорю, бабушка там пельмешки маленькие жарила, чтобы я хоть как-то не подставляла, пока я играю. И у меня сын такой, ты играешь? Так ты играла? То есть, у него даже нет восприятия того, что там играла в куклы. Что не было никаких... О компьютерах даже речи не шла в моем детстве. Я говорю, так скупо? Он говорит, ааа, скупо. То есть, он знает, что я никакие игры не принимаю. Не воспринимаю. И для него это прямо ухо-скорее. Ты играешь. То есть, у него... Вот у него игра. То есть, и там игра, и там игра. Но в моем понимании, игра это вот такая. У него понимание, игра это вот такая. А у нас всего, это всего лишь мой ребенок. Который вам покажи кассету. Которую мы перекручивали на ручки, да? Чтобы она там на другую сторону, наверное. Покажи ему кассету. Он даже не поймет, что это такое. Почему в ней, что там за ленточка? Что это такое? Конечно, там родители показывают, но обранное такое. И когда говорят, например, мне тоже написали комментарии. Я вчера сказала, или когда там, что... Раньше как было? Родители пошли на улицу, тебя там, меня с Левушкой на улицу выпустили, дали там 20 копеек и до вечера. И кто там писал, что за родители изверги? Да всегда были ключи. Да были ключи, только ребенку зачем? Ключи были всегда под ковриком. А в двери всегда была записка. Ключ под ковриком. Это стандартная ситуация была бы у мамы у всех. И ребенку зачем идти в дом? Чтобы принять душу свяжиться. Да он в говне придет, в лучшем случае, если эта грязь засохнет, и он ее перед подъездом собьет. То есть, покушать, перекусить, ну, всегда были какие-то, что-то где-то росло. Все время были эти колонки, с которых пили. Все время что-то было. Все время подможный корм, было детей, которым они пытались лисить. Это сейчас дети? Они ходят с карточками, они ходят в кафе, там еще что-то, когда родители. То есть, они все... Они уже по-другому, уже для них это норма. Но этот поскоряющийся тип, он просто в другом, в других красках и все. Я ответила на вашу вопрос, что-то про другое путение? Ну, можно про полчаса, я надеюсь. Правильно. Да, очень интересно. 40 минут такой крючок сделан. Можно вопрос, Кадем? Касаем климата, как вот ваше тело реагирует на климаты? На разную температуру у вас? И вот такие ваше тело? Ну, вообще, очень... Для тела очень приятно вот такие... Более прохладные климы. Более прохладные, более звенящие. В горах он тоже классный. Ну, что это там чуть... Ну, где-то примерно 3 тысячи, да? Вот, чтобы подъем был. Вот там очень хорошо. В жару не так комфортно тело. Не так комфортно, потому что ты чувствуешь то, что если ты вот этот перегновец поднимается, ты его очень хорошо ощущаешь. А в холодной местности такого ощущения нет. Вот. Но... Так уж у нас как-то сложилось, что самые красивые места у нас там, где... где постоянно солнце. Вот. Поэтому ты выбираешь. Либо это будет какая-то прохлада, либо это там, где просота. Либо ты просто постоянно перемещаешься. Но здесь нет принципиальной разницы. То есть села очень быстро перестраивается. Как холодно, так и тепло. Но могу сказать, что... Когда ты минимизируешь еду, даже минимизируешь, то тебе... Будет все время хотеться какого-нибудь холода. Это снег. Это в снегу полежать. Это холодной водой облиться. Это... Ну... Это будет прям вот так вот... Как своеобразный тоже наркотик. Просто захочется. А вот... У вас на холодной, как ты делаешь? Отлично. Но я и теплой водой не моюсь никогда. То есть теплая вода, она как... Ты после нее становишься как такое, как желе. Ты прямо себя выключишь. А холодная вода она собирает. Да? Все бескравно походится. Максимально холодно. И все просто. Да? Ну, можно. То есть... Нам проманы, так скажем, и в каких-то северных регионах, как Сибири и там... Не знаю... Бешубы. Бешубы. Бешубы? Бешубы без печи, да. Ну попробуйте. Я ж не пробовала. Я ж могу только свое подсказать. Не, ну я точно не знаю. Но у меня там нет знакомых, которые не кушат. Вот там, чтобы... Ну чтобы прям вообще в тайге купишь. Есть женщина, которая... Ну она где-то... Наверное, ближе к местности. Такой, как Антар. Вот в таком вот регионе живет. Ну что у нее есть? У нее есть дом, в котором нет электричества. Есть буржуйка, которой она не всегда тот. И все, с кем она общается, как правило, это лесные жители, либо кто не узнает, туда к ней доезжают, перекидываются, чтобы побыть в ее поле. Но это крайне редко, потому что она не афиширует про себя. То есть это только через... Из рук руки передается, кто она такая, где она есть. А можно пару слов спросить на одежду? Как вы говорите на одежду? Одежда, дом? Ну, как, наверное, как у всех. Одежда, конечно же, хочется и без одежды. Было бы намного комфортнее. Вот. Но, что касается одежды, то ты уже не будешь одевать то, что тебе некомфортно. То есть какие-то утягивающие джинсы. Ну, скорее нет. И вот у меня есть тоже такое, что я практически всегда хожу в сланцах каких-то. В сланцах, в кроксах, вот. И не очень это смотрится, когда, например, я зимой куда-нибудь вылетаю в снег и в сланцах. Вот. Люди, конечно, смотрят, как на такую его бошечку. Но есть такое. То есть зимой ходите тоже в сланцах, да? А вы же слышите, что у вас в сланцах? Ну, я когда в снега приезжала, я стараюсь одевать кроссовки, чтобы просто не шокировать людей. Но это некомфортно, неудобно. Потому что удобно обувь очень сложно подобрать. То есть зимой по снегу ходить все время нормально, да? Ну, конечно, хорошо, да? Часа. Пожалуйста. А? Ну, они же не смехом. Они просто открыты, но смехом. Да, конечно. Если обычная безмерзка, там примерзла. Там стыд. Вопрос. У вас два сланцаховских образования. А в чем разница между паналами и сирией, когда человек почему-то больше их умирает? Ну, не болезнь, да? И вот такие вот, как говорится, просто уедены, да? Ну, это разные все знания. У меня есть на канале прям целый эфир про РКП, где я рассказывала. И в основном же, ну, наверное, в 70% этого заболевания болеют девочки. Вот. И только 30% мальчики, но это только сейчас уже получилось. То есть раньше это вообще не наблюдалось за мужским уколом. И это вообще идет не от самого ребенка, а от матери. Когда во внутриутробном состоянии ребенка доносят, у матери есть дефицитарное состояние. Когда ей не хватает чего-то, неважно, это любви, денег, внимания, еще что-то. То есть когда маль находится в этом состоянии, осознает она это или нет? И это передается, как правило, именно, потому что у мамы и плод это же одно и то же. У них одна кровь, у них вообще все единое. Вот. Это передается, по большому счету, оттуда. А у вас что хорошо было с мамой? Да? То есть у вас нет никаких травм в состоянии? Нет. Ну как? Я такой же обычный человек со своими травмами была, как и все. Конечно же. Просто я их сейчас вижу, я их знаю. И я понимаю, что их даже менять или что-то там прорабатывать, это не имеет никакого смысла. Это просто принятие, спасибо, что это есть. Вот. Но это как, наверное, у большинства людей, может быть, не про всех, конечно, говорю. Но у большинства людей, конечно же, было то, что там не хватало денег, не хватало любви, не хватало каких-то обниманий. Все это есть. И как раз я все эти моменты и стараюсь описать книги, которые я пишу, чтобы человек, читая эту книгу, начал вспоминать себя, чтобы у него открывалась генетическая память. Не про меня он будет читать, думая про меня читать, он будет открывать свою генетическую память. И анорексия – это как раз не про тело, это не про физику, это про то состояние, когда ты не принимаешь себя и не готов в этом закапсулированном теле быть. Каким бы оно ни было. И ты его разрушаешь вот через это. Ты из него избавляешься через вот это. Ну, есть лечебное голодание, если мы, да, все знают, что это болезненно очень. Почему бы, если привившись от той болезни, не закончили это голодание? Ну, то есть, приняв голодание, как бы лечение, избившись, не вернувшись снова к обычному, ну, к человеческому удовольствию. Часть нашей жизни – это удовольствие, обнимать детей – это радость, удовольствие, солнце – это удовольствие, аромат цветов, вкусные фрукты. Все – часть нашей жизни. Да, но только удовольствие есть глубже, чем просто насладиться каким-нибудь. Фрукты же из моего мира никуда не делись, просто мне их нельзя есть. И если вы, например, даже будете на лечебном голодании с водой или без воды какое-то количество времени, то вы будете, смотрите, вы будете брать фрукт, вы будете видеть, что цвет – он очень яркий, запах – он очень яркий. А когда вы начнете его пробовать, то есть первые несколько вот этих вот укусов для вас будут яркими, пока вы наслаждаетесь, а потом это будет травой. То есть вообще всегда что такое вкус? Вкус у нас, как говорят, тут у нас рецепторы на языке. Но это же не так. У нас рецепторы в голове. Вы когда думаете о лимоне, вы же его еще в рот не положили, а свина уже потекла. И у вас каждая вкусовая позиция, она запечатлена через голову, через мозг. Что вы испытывали в данный момент? То есть у вас даже это на неосознанном уровне. То есть вы поели какой-то продукт, и вот рядом с этим продуктом осознанно, либо неосознанно. Вот происходило вот что-то. Вот у вас было такое-то состояние. Вокруг вас люди были в таком-то состоянии, еще что-то. И оно у вас отложилось на подкорочку. И потом, со временем, собирая вот определенные вот эти вот композиции вкусов, у вас вывели к какому-то продукту, и вы начали любить вот этот продукт, например, больше, чем тот. Но это не потому что этот продукт такой, а потому что у вас в голове на подкорочке записана целая история, почему вы его любите, которую вы просто не сможете прочитать сейчас. Потому что употребляя какой-то продукт, почему это возникает? Потребляя какой-то продукт, не важно какой, какую-то вкусовую композицию, у вас с любой вкусовой композицией меняется слюна. Она становится более жидкая, более вязкая. То есть она становится другой. Чем, например, да, она становится другой, она попадает в кровь быстрее и меньше. В какие-то капилляры попадают, в какие-то не попадают. То есть это более густые капилляры попадают, более жидко в эти капилляры попадают. Попадая в эти капилляры, встраиваются в нейронную связь. строительную нейронную связь, которая ведёт к определённым процессам. И это всё происходит за мгновение. И вот эта вся история о любимом продукте, она вся в голове. И когда вы понимаете, что вы любите не еду, а жизнь, потому что вы ей жизнь, вы себя не любить не можете. Ведь обнимание вашего ребёнка — это обнимание самого себя, потому что ты являешься этим обниманием. То зачем тебе выходить на вот этот вот другой низкий уровень, поглотить что-то в себя, чтобы перестать быть этим обниманием? Это знаешь, это когда ты, например, что-то приятное трогаешь, ну, не знаю, там шоу какое-то, ты трогаешь, ну, а как приятненько. А ты его через перчатки потрогаешь. И что у тебя будет? Ну, как бы тот же шоу-то ведь остался, только ты в перчатках. И вот здесь то же самое, когда ты приходишь вверх и снимаешь эти перчатки, и ты начинаешь это чувствовать не через тело. Ты становишься этим. Можно я просто? У нас не столько выкончились чувства, что следующий этап, вот в усилии же, вы чувствуете, что это был опыт, да? У меня был опыт примерно 30 дней до этого года, и я тогда стал вот так, как я не хотел выходить, я больше не хотел, но вы же знаете, что я начинался. Да, конечно, да. В общем, я стал в фрикансии, и я стал близким, и я стал вне, и я не хотел, 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 и я не хотел. Как удержать себя в сознании? Что нужно уловить? Улови свой страх. Улови свой страх. Откуда он? Потому что я вчера говорила, страх, но его не существует. Страх — это всего лишь мысль, в которую ты поверил, в которую ты помыслил, Ты в неё поверил и стал жить этой мыслью страхом. Но его, как такого, не существует, если ты его не будешь думать, не будешь мыслить. И любой страх, который происходит с собой, ты его тоже разбиваешь по полочкам. А зачем он? Кто его мыслит, этот страх? Зачем его мыслит? А зачем он тебе? Он же имеет какие-то плюшки. Я не понимаю. Пять раз вопроса, так как заговорил, и всё равно, давай. Ну вот, если бы ты сейчас был в этом состоянии, мы бы туда дошли с тобой.